Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот я показывала вам сорт таймыр, про который я говорила, что он самый морозостойкий, подходит для любых таких регионов с жесткими погодными условиями. И Нина Блиновских в комментариях под этим видео попросила меня рассказать еще о каких-нибудь сортах, таких же, которые подойдут для Урала, потому что она с Урала и для всех холодных регионов. Вот сейчас я пришла за капустой, и тут у меня стоит лоток с метелицей. Хочу рассказать вам о метелице. Она не растет в капусте, эта капуста просто отдельно, а эта стоит в дорожке. Вот метелица тот самый сорт, который можно приравнять к таймыру, похожие характеристики. Вообще, я хочу Нине Блиновских и всем другим сказать, если у вас холодный регион, если у вас погодные условия плохие, холодное лето или короткое, выбирайте томаты с холодными названиями. Я вам рассказывала про таймыр, вот эта метелица, есть полюс, Аляска, Снегири... Ой, извините минутку. Перезвоните через 5 минут, пожалуйста. Потому что вот эти холодные названия, в них уже заложено. Ясно, что томат предназначен для выращивания в холодных погодных условиях. Про метелицу хочу сказать, что у него характеристики почти такие же, как у таймыра. Он толстоногий, видите, какая рассада. У него такие же мясистые зеленые листья. Плод 80-100 граммов, на нижних кистях может быть 200. Высота 50-60 сантиметров. Куст такой компактненький, коренастый. Уникальность этого сорта можно выращивать и стоя, и лежа. Я вот летом буду делать грядки-ленивки, где просто посажу, и потом они накрениваются и лежа плодоносят. Покажу вам, как плодоносит метелица. Очень хороший, выносливый такой сорт, который тоже подходит для сибирских, для других холодных регионов. И стоит в одном ряду с таймыром, полюсом, аляской. Вот это томат метелица. Но, к сожалению, почему-то, я не пойму, почему, вот эти самые выносливые, самые неприхотливые сорта, их очень сложно найти в торговле. Вот у нас в магазине ни таймыра, ни ринета, ни аляски почему-то не продают. Продают те сорта, которые в теплицах выращивать, которые нужно холить или леять. Вот это мне непонятно. Я вот этот сорт тоже выписывала участникам много-много лет назад, теперь развела, собираю свои семена. Но в торговле они бывают очень редко. Ищите, может быть найдете. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Краткий обзор сорта метелица. В течение сезона постараюсь поподробнее описать. Просто сейчас некогда. Вы сами понимаете, весна и рассада, и свои растения. Но вот наименование сортов я вам все-таки назову все вот эти. И покажу, какие они в рассаде. В рассаде они вытягиваются, очень крепкие. Даже если прихватит маленько морозец, они потом восстанавливаются и продолжают расти дальше. Все. Субтитры сделал DimaTorzok